Здравствуйте! В эфире «Точка доступа» программа о дорогах, транспорте и путешествиях в студии Оксана Холодова. И вот о чем мы расскажем сегодня. Где нашли ступени от первой ракеты, которая стартовала с Восточного? Какие участки Благовещенских дорог отремонтируют этим летом? Кто первым открыл навигацию? И сколько клиентов за два года работы обслужил МФЦ? Об этом и не только. В ближайшие 10 минут не переключайтесь. Поиск отделившихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» в Якутии временно приостановили. Об этом сообщает ТАСС. Причина – погодные условия. Исследовать местность продолжат в июне, когда весь снег растает. При этом радар уже зафиксировали на территории республики 17 фрагментов отделяемых частей Союза. До этого в 93 километрах от ближайшего населенного пункта Вилюйского района в Якутии был найден двигатель весом около 70 килограммов. Единственный фрагмент второй ступени ракеты обследовали экологи. Никаких радиоактивных веществ не обнаружили. Эксперименты также показали, что вреда окружающей среде запуск ракеты не нанес. Пробы отправлены в лаборатории Москвы. Анализ также проводится в Якутске. Первые фрагменты ракеты-носителя были обнаружены 30 апреля в заданных районах падения. Сначала специалистам удалось найти три боковых блока первой ступени в Зейском и Тындинском районах. 1 мая был найден четвертый и последний боковой блок. 2 мая начался вывоз обнаруженных фрагментов, отработавших ступени ракеты-носителя на космодром Восточный. Космический аппарат нано-класса Самсат-218, который запустили на орбиту с космодрома Восточный, не выходит на связь. Ракета-носитель «Союз-2.1А» стартовала с Самурского космодрома 28 апреля с российскими космическими аппаратами «Ломоносов», «АЭС-2Д» и «Самсат-218». В пресс-службе Самарского государственного аэрокосмического университета сообщили цитата. На нано-спутнике установлен радиомаяк, который кодом Морзе передает слово «Самсат-218Д». Сейчас от нано-спутника поступают лишь обрывочные сигналы морзянки на фоне шума во время прохождения спутника над приемной станцией. Специалисты анализируют причины возможных неисправностей. Разработчики даже обратились за помощью к радиолюбителям России. Возможно, спутник будет находиться в зоне действия их антенных систем. В ближайшее время пройдет заседание представителей Самарского государственного аэрокосмического университета и Ракетно-космического центра «Прогресс». Специалисты будут обсуждать, стоит ли продолжать попытки установить связь со спутником или признать его потерянным. Реконструкция перекрестка Мухина-Игнатьевское шоссе в Благовещенске начнется уже 10 мая. У модернизации этой дорожной развязки, говорят, последние 5 лет, но средства выделили только в этом году. Всего же в 2016-м на дороге областной столицы потратят более 330 миллионов рублей. Почти все деньги поступят из областного бюджета. На расширенном совещании под руководством губернатора дорожники и специалисты ГСТК отчитались о плане работы, сроках их выполнения. Какие изменения ждут в Благовещенск этим летом, расскажет Ирина Кобзарь. За приведение в порядок дорог областного центра Александр Козлов взялся еще будучи мэром Благовещенска. Тогда впервые были составлены долгосрочные планы по ремонту улиц и удалось заручиться поддержкой областного бюджета. На дорожные ремонты городу было выделено 300 миллионов рублей. Продолжается работа в этом направлении уже третий год. И в 2016-м Благовещенск получит деньги на обновление покрытия. Я пообещал о том, что по 300 миллионов рублей ежегодно областной центр будет получать денег. И уже на протяжении двух лет мы эти обязательства выполняем. И соответственно и в следующем году и в последующем вы можете планироваться в рамках этих работ. Перекресток Мухино-Игнатьевское шоссе ждет глобальная реконструкция. Его не просто расширят. Вдоль Мухино построят тортуары шириной в 3 метра. Установят ограждения, сделают съезды для колясок и велосипедов. И обустроят островки безопасности. Основных полос останется 4. На все потребуется около 70 миллионов рублей. Завершить ремонт планировали до ноября. Однако на совещании озвучили предложение. Рассмотреть варианты объездных путей и закончить все работы к началу сентября. Всего же за летние месяцы в порядок приведут 27 участков Благовещенских улиц. Заасфальтируют более 20 километров дорог. Отремонтируют 3 перекрестка, установят 3 светофора, уложат 170 метров тротуаров. В смету включили и уличное освещение. Когда мы начинали работать, и мы с дорожниками все время говорили, следующее, должна быть ливневка обязательно, вода, водные вещи. И предусмотрено выполнение календарной работы. Почему? Потому что мы столкнулись с тем, что ранние работы там, то в октябре заканчивают, то в сентябре. Мы договорились следующее, максимум июль. Ну, край это все зависит от объекта, средства август. Но не позже. Еще один важный объект, куда зайдут дорожники – автомобильный мост через реку Зея. Там работать будут, когда ночные температуры превысят плюс 12 градусов. Вести ремонт будут только по ночам, чтобы не осложнять движение. Для автомобилей оставят открытой одну полосу. Продолжится в этом году и реконструкция коллектора на улице Зейской. Это в рамках федеральной программы. На участке от улицы Новой до Железнодорожной этим летом намерены проложить все коммуникации, заасфальтировать дорогу уже в следующем году. А вот на участке Чайковского до Первомайской пройдут уже финишные работы. Выполнить на этом участке один слой асфальто-бетонного покрытия дороги. Открытие участка этого от Чайковска до Первомайской мы планируем к первому сентября. Там у нас и школы, и садики. Поэтому к первому сентября мы этот участок откроем. Это долгосрочные планы. А вот в ближайшей перспективе закрыть 49 городских перекопов. Сделать это должны к концу мая, подчеркнул губернатор и пообещал, что лично проверит не только сроки выполнения, но и качество работ. Вопросы по качеству работ у главы области возникли и когда затронули тему ямочного ремонта. В плане рабочих 29 улиц и 30 тысяч квадратных метров дорог. Руководитель подразделения ГСТК по ремонту и содержанию дорог Денис Чайка пообещал, что прошлогодней гудроновой истории не повторится. Предприятие за свой счет купило новый автомобиль для заливки ям. Данный автомобиль работает в четыре этапа. Это первый этап – продувка ямы с сжатым воздухом. Второй – нанесение сведущего звена эмульсии. Третий этап – засыпание при одновременной подаче эмульсии и щебня. И четвертый этап – присыпка поверхности щебня в избежание отрыва эмульсии проезжающими автомобилями. Расширенное совещание длилось полтора часа. Губернатор Преамурья спрашивал дорожников предметно. По каждому участку, по каждому люку и яме. Александр Козлов подчеркнул, все лето докладывать о работах должны ежесуточно. Между тем, следующая встреча состоится через две недели уже на свежем воздухе. Глава области на местах проверит работу дорожников. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Первый областной. Амурчане предпочитают поддержанные авто. По информации аналитического агентства «Автостат», подавляющее большинство автомобилей, которые принадлежат жителям Преамурья, куплены с рук. Новых машин от завода-изготовителя всего 3%. Такая тенденция сохраняется по всему Дальнему Востоку. По оценкам экспертов, главная причина – большой объем импорта поддержанного транспорта из Японии. В Хабаровском крае и на Камчатке доля заводских машин составляет менее 4%. Меньше всего новых авто в еврейской автономной области – почти 2%. По Амурским рекам начали курсировать корабли. Летняя навигация по Амуру, Зее, Селимдже и их притокам для маломерных судов открылась с 1 мая. Чуть раньше выходить на воду разрешили судам на Бурее. Там навигация началась 15 апреля. А вот на водохранилище лодки выйдут позже. 17 мая на Бурейское и 20-го на Зейское. Инспекторы ГИМС напоминают амурчанам, что водный транспорт должен пройти техосмотр. Патрулирование рек и озер уже началось. 4 мая открылась навигация между Россией и Китаем. Стоимость проезда на Пуми до Хайхэ и обратно – 1650 рублей. Амурские пограничники вышли охранять государственную границу на сторожевых кораблях. Этого события они ждали полгода. Кому на праздники вот уже более 80 лет вручают поросяты, и сколько нарушителей границы удалось задержать, знает Мария Красилова. Она побывала на открытии навигации в отряде сторожевых кораблей в Астрахановке. До торжественного построения несколько минут. От взгляда окружающих привлекают два румяных поросенка, но отведают их сегодня не все. Традиции вручать поросят ровно столько же лет, сколько и этому пограничному отряду. 83 года. Получают поросят лучшие экипажи, которые первыми выходят охранять нашу границу. Открыть навигацию в отряде сторожевых кораблей – особая честь. На охрану государственной границы на городское направление сегодня выходят отличники – экипажи двух кораблей. Ну, значит, навигация – это в нашей части, это 83-я. Значит, в прошлом году она практически в это же время открылась. Только, по-моему, 1 мая выходили корабли. Ну, плюс-минус один день. Значит, выходят корабли с наиболее подготовленными экипажами. Это ПСКР «Смерч» и ПСКР «Ураган». Офицерами управления, офицерами пограничного управления проверялись они. Каждый по своей специальности проверял подготовку экипажа и, соответственно, технических средств. Эти сторожевые корабли и их экипажи ждали выхода на дежурство полгода. И сегодня у пограничников настоящий праздник. Хочу поздравить весь личный состав с выходом на охрану государственной границы. Пожелать успехов в охране государственной границы. Ну и по старой морской традиции пожелать вам семь путов под Киром. Ура! 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 Экипажи пограничных кораблей «Смерч» и «Ураган» получают по поросенку. Такая традиция, кстати, есть и у подводников. Но им их вручают по выполнению задачи, а пограничникам – в добрый путь. Первые пограничные сторожевые корабли отправляются на границу Амура и Зеи. Там они и другие суда будут охранять страну до нового ледостава. К слову, с 2010 года пограничники задержали на воде более 20 нарушителей границы. «Слак, слак перенески!» «Осмотреться за грабан». Мария Красилова, Иван Сюмак, Первый областной. Многофункциональный центр Благовещенска отметил день рождения. Четыре года назад он впервые открыл двери для посетителей. Со дня образования МФЦ предоставил более 320 тысяч государственных и муниципальных услуг и почти 700 тысяч других видов услуг физическим и юридическим лицам. Сегодня в центр каждый день за помощью обращаются более тысячи человек. Вопросы, с которыми обращаются люди, самые разные. От регистрации новорожденного ребенка, строительства жилья, до открытия бизнеса и оформления документов для выхода на пенсию. В Благовещенске прошел первый международный велотуристический фестиваль. 1 мая на стадион «Юность» приехали десятки велосипедистов. Не только из Преамурья, но и Китая. Они показали зрителям, как умеют владеть двухколесным транспортом. Трюки на велосипедах оценила и наша съемочная группа. Амурские велотуристы хотят вернуть Благовещенску звание велосипедной столицы Дальнего Востока. Около 100 лет назад, после Санкт-Петербурга, областной центр был вторым по количеству велолюбителей, рассказывает руководитель велотуристического клуба Оксана Пыгамова. Пока сделать это проблематично. В Благовещенске нет условий для велосипедного движения. К сожалению, у нас город абсолютно не приспособлен для езды на велосипеде. Начиная от узких улиц, бордюров. Допустим, не всегда есть бордюры для заезда. Мы давно уже просили и выходили на администрацию, для того, чтобы были сделаны велодорожки. Ну, естественно, это понятно, что сейчас улицу города не расширишь, никак ничего не сделаешь. Которое новое... Ну, в общем, каким-то образом нужно эту проблему решать. На велосипедах амурчане выезжают в походы, занимаются экстремальным спортом и даже впрягают в транспорт ездовых хасок. Это один из видов гонок на собачьих упряжках, если нет снега. Для велосипедиста это развлечение, а для собак – жизненная необходимость. Для собак – это жизнь, они очень любят работать. То есть просто пробежки за машиной или с поводком – для них это неинтересно. Они и любят именно тянуть. А все лето, пока нет снега, сидеть без работы им очень тяжело. Поэтому как-то надо выгонять энергию. Велосипедный спорт амурчане развивают совместно с китайскими коллегами. В прошлом году амурские туристы уехали в велопоход по Кидаю. Велосипедисты Поднебесной считают, в соседнем Хэй-Хэй двухколесный спорт развит даже слабее, чем в Благовещенске. Хотя именно в Китае производится большое количество велосипедного инвентаря. Дело в том, что это такой спорт, который не только полезен для здоровья. На подобных фестивалях мы знакомимся с новыми людьми, заводим новых друзей, в том числе и в России, повышаем спортивный уровень. В целом становится лучше и понимание этого спорта. 9 мая амурские велотуристы поедут по границе области в честь Дня города. Велофестиваль планируют сделать традиционным и более массовым, чтобы сделать экологию при Амуре чище и пересадить на велосипеды как можно больше амурчан. Денис Сверденко, Андрей Цветков, Первый областной. И это все. Спасибо, что были с нами. Увидеть нашу программу вы можете в эфире информационного агентства «Город», а также на канале ТВ-Центр. Выпуски и точки доступа в социальных сетях, на страничке Первого областного канала, в Фейсбук и Одноклассниках, а также на новостных порталах amurobl.tv, tv-город.rf и portamur.ru в разделе «ТВ-проекты». Звоните нам 777-201 и 773-445. Хорошего настроения, теплой и солнечной погоды. Увидимся на Первом областном канале.